МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Наталья Александровна Войновская, главный эксперт школы «Управдом», председатель Совета общественной организации «Домовой контроль» и член Общественного совета по ЖКХ. Здравствуйте, Наталья Александровна. Добрый день. Давайте, я думаю, для начала все-таки чуть более подробнее расскажем о том, что же это за такая инициатива по созданию народного рейтинга управляющих компаний. На самом деле эта тема витает в воздухе давно. Почему это необходимо? Люди спрашивают все время, говорят, «Ну, посоветуйте какую-нибудь хорошую управляющую компанию». Ну, нам так не нравится наша управляющая компания. И, безусловно, мы практически никогда не советуем сами. Мы говорим, поговорите с тем-то домом, поговорите там-то с жителями. Но кто-то обращается к своим соседям или кому-то знакомым, кто-то не обращается. И вот захотелось иметь такой показатель, как удовлетворенность населения этой услугой. То есть довольны ли жители своей управляющей компанией. То есть тот самый народный рейтинг. Пусть люди сами высказываются. Пусть люди сами голосуют за свою управляющую компанию. За или против. Вот идея такова. То есть механизм действительно, как говорят, все гениальное просто. Он элементарен. Люди делятся своим опытом общения со своими управляющими компаниями. И таким образом выстраивается, собственно, тот самый рейтинг. Да. Ну, на самом деле это сложно сделать. Если бы это было сделать легко, это было бы уже давно сделано. И на федеральном уровне, и еще где-то. До сих пор я нигде не встречала вот такого механизма, чтобы оценить именно объективно. И когда я объявила об этой инициативе, то, конечно же, особенно управляющие компании, они в штыке это встретили, говорят, это будет не объективно, это кто-то один сядет, будет голосовать. Нет. Именно нужно постараться сделать этот народный рейтинг объективным по нескольким критериям. Не надо ставить одну оценку управляющей компании, там кто-то поставит пять, кто-то четыре. Это должны быть критерии. Ну, мы их сейчас разрабатываем. Также я вот пригласила управляющие компании в этом поучаствовать. Естественно, мы обсуждаем этот вопрос с жителями. То есть, например, оперативность устранения аварии. Как с вами общаются, ну там, хамство, не хамство, значит, и так далее. Насколько вы осведомлены о работе управляющей компании? Отчитываются ли управляющие компании перед вами? И так далее, и так далее. И каждый критерий будет сопровождаться определенным баллом. И потом по совокупности этих баллов будет автоматически онлайн, значит, рейтингование. Любой желающий сможет зайти и посмотреть, ага, какая же у нас сегодня компания самая лучшая по мнению людей. Ну, то есть, вот идея такова. Таким образом, ведь можно будет и самые худшие компании отследить, я правильно понимаю? Конечно, конечно. Здесь все будет по местам, по своим расставкам. Да, совершенно верно. Это будет автоматически все вот выстраиваться. Конечно, есть опасность о том, что кто-то начнет чем-то там злоупотреблять. Для этого должна быть создана именно такая программа, чтобы невозможно было, чтобы с одного IP-адреса или еще как-то, чтобы кто-то один там голосовал. В чем еще, как говорится, привлекательность этой идеи? Управляющие компании, те, которые хорошо хотят работать и которые заинтересованы в том, чтобы дома у них только пребывали, они будут смотреть, по каким они критериям проваливаются. То есть, можно будет отследить отдельно, отдельно критерии, например, там вежливости, ну смотрят, вроде они собрание там проводят и отчитываются и все, но по какому-то одному критерию проваливаются, смотрят, а с вежливостью как-то не очень. И тогда они уже смогут посмотреть, а какой дом голосует против этого критерия, значит, какой дом им там самую низкую оценку поставил. И это инструмент, я считаю, руководителям компании оценивать работу своих сотрудников, потому что не всегда знают руководители досконально, какая ситуация на местах. Поэтому я считаю, что это полезный инструмент, ну безусловно, в первую очередь для жителей, это безусловно, но и у управляющих компаний тоже из него могут извлечь достаточно много пользы. И поднять уровень своей работы, безусловно. Да. Но я так понимаю, что в любом случае, хотя бы на начальных этапах, весь процесс будут курировать эксперты, такие как вы, как инициаторы, программы, если можно так сказать, да, какие-то ваши помощники, может быть. Конечно. Мы, во-первых, всенародно будем обсуждать эти критерии, для того, чтобы это не было там видение, значит, одного человека. Поэтому это дело, ну там может быть нескольких месяцев, ну такая работа вот серьезная. Потому что хочется максимально объективно выработать критерии. И поэтому будем обсуждать с экспертами, будем обсуждать на общественном совете, будем обсуждать с управляющими компаниями, с органами местного, значит, самоуправления, с государственной жилищной инспекцией. Мне тоже хочется, чтобы там был такой критерий наличия жалоб, например. То есть вот постараемся создать максимально объективный критерий. Мне кажется, что вообще сегодня подобная система, она как никогда актуальна, потому что у любого практически человека есть элементарный доступ в интернет, где он может действительно высказать свое объективное мнение. Ну а с объективным мнением уже, как говорится, вы будете бороться и за этим следить. На недавней интернет-конференции вы как раз рассказывали о своей инициативе, и горожане, как я поняла, очень ее поддержали. И также задавали вам насущные вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Это, как всегда, были вопросы финансирования, да, наверняка. И, конечно же, один из главных вопросов, который они, как правило, задают, вы уже сегодня немного это озвучили. Как мне поменять управляющую компанию? Чуть что, человек собирается сразу ее менять. Ну это, наверное, естественное желание. Вот скажите, пожалуйста, какие советы вы в такой ситуации даете? Ну, не все готовы поменять управляющую компанию. Я хочу сказать, что наш опыт говорит о том, что даже жалуются-жалуются, и мы с ними не можем, они нам не отчитываются. И мы когда говорим, что ну меняйте управляющую компанию, нет, пока не будем менять управляющую компанию. Но бывают такие ситуации, когда действительно необходимо поменять управляющую компанию, когда просто у них не выстраивается сотрудничество, либо управляющая компания ничего не делает. Тогда нужно общее собрание собственников. Обычный наш механизм, который мы рассказываем, общее собрание собственников, принимается решение. Мы всему этому учим на школе управдом, помогает домовой контроль все это реализовывать. Когда действительно созрело такое решение, и оно обоснованное, и жители просто не могут мириться с этой ситуацией, конечно, мы помогаем в оформлении документов, чтобы это было юридически правильно все оформлено, чтобы это все было в правовом поле. Талия Александровна, все-таки в продолжении темы смены управляющей компании хочется узнать, ну бывают же те ситуации, как мы говорили, когда действительно это необходимость. Так вот, какие есть варианты, какие методы решения этой проблемы? Ну, либо поменять управляющую компанию. Нет, первое мы всегда учим. Найдите язык конструктивного сотрудничества с управляющей компанией. Потому что тоже бывает, когда просто нет сотрудничества по той или иной причине. Но если не получается, да, либо поменять управляющую компанию, либо можно создать ТСЖ, то, о чем мы уже тоже неоднократно говорили. Это, безусловно, более высокая форма самоорганизации. Это не на каждом доме стоит делать. Как его создавать? Мы тоже учим на школе управдом, тоже готовы всегда консультировать. Конечно, когда маленькие дома в плохом состоянии, не стоит делать. А когда большие дома, когда там много квадратных метров, соответственно, большая собираемость, и они в более-менее адекватном состоянии, то, конечно, стоит задуматься об этом. Но тут жители должны понимать, что они полностью берут на себя ответственность за свой дом. Если тут они могут кивать на управляющую компанию, что такая вот управляющая компания, то тут уже полностью они должны понимать, что они ответственность берут на себя. Что должно быть правление ТСЖ у них, и должен быть председатель правления, который должен работать. И это очень важно, потому что, как правило, в ТСЖ нет профессиональных специалистов, как в той же управляющей компании. Они должны кого-то со стороны привлекать, либо сами делать. То есть жители должны понимать, что это дело такое ответственное, но эффективное. Ну вот, к слову, о знаниях, о профессионализме. Как раз вы помогаете таким людям, которые проявляют инициативу управлять домом, в школе «Управдом», в организации «Домовой контроль», у которых недавно был день рождения. Домовому контролю исполнилось 4 года, правильно? Да, правильно. В школе «Управдом» 5 лет. Вы замечаете, что за время существования этих двух организаций все-таки жители нашего города стали более подкованы в вопросах жилищно-коммунального хозяйства? Безусловно. Если поначалу школы наши проходили под знаменем, куда все дели деньги и вообще все плохо, то сейчас, как правило, задаются конкретные вопросы по конкретным проблемам. Это очень радует. То есть вопросы становятся более профессиональные. Видно, что люди читают, знают. Опять-таки у нас есть постоянные слушатели, которые ходят все 5 лет. На уроки. На уроки, да. И если школа «Управдом» дает теоретические знания, то домовой контроль помогает их воплощать на практике. И вот это очень хорошее сочетание. То есть есть теория, можно прийти на школу, послушать, задать вопрос, и можно попросить помощи у домового контроля по документам конкретным, как оформить, проконсультироваться. То есть это уже такие более прикладные вещи, да? Да, да, да. Поэтому, конечно же, школа «Управдом» – уникальное явление по стране. Я больше такой не знаю, чтобы работала 5 лет бесплатно, регулярно. Всех желающих мы принимаем. Мы любим всех своих «Управдомов», мы их оцениваем. Я всегда им говорю, что вы молодцы, хотя они, конечно, бывают очень сильно жалуются, что их не ценят, что там, значит, еще что-то, что им тяжело. Но, безусловно, им очень тяжело, потому что ЖКХ, непрерывно меняются законы, непрерывно меняются законодательства, и людям нужно поспевать за этим и еще отстаивать интересы своего дома. Мы, к слову, делали с вами программу о реформах ЖКХ. Были ли какие-то за время прошедшие с последней нашей встречи с вами изменения, такие, о которых стоит действительно сейчас сказать, может быть, телезрителям нашим? Ну, безусловно, я же говорю, что это вот непрерывный у нас организм живой, который постоянно растет, движется. Да, вот такой. Самая большая проблема этого года – это введение ОДН, перевод ее из коммунальной услуги в жилищную, что вызвало, конечно, большую волну недовольств по всей стране, потому что ОДН стали начислять управляющие компании по нормативу вне зависимости от приборов учета. Это, конечно, недоработки законодательства, безусловно. Сейчас, слава богу, после того, что и мы сигнализировали, и с мест многие высказывали недовольство, этот процесс потихонечку приходит в норму. И уже управляющие компании начисляют в основном по приборам учета. И законопроект, обязывающий их это делать именно по приборам учета, где-то бродит в недрах Госдумы. Но говорят уже вот так, на выходе. Вот это основная проблема этого года. Мы неоднократно учили, когда мы первую школу проводили в январе или феврале, я не помню, у нас мест в зале не хватило. Мы лавочки доносили, все. Хотя у нас там больше, чем на 200 человек. Да, и потому что, ну, это понятно, когда человек вдруг получает квитанцию, в которой ОДН в 5, а то и в 10 раз больше, чем он до этого оплачивал, но это не может не вызывать вопросов. Ну, в итоге, я думаю, все успокоились. Вы же ведь помогли. Успокаиваются уже, да. Давайте сейчас делаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор об инициативе народных рейтингов управляющих компаний. Наталья Александровна, мне кажется, мы немножко несправедливы, потому что всегда принято обсуждать то, что вот люди жалуются на управляющие компании, на ТСЖ и так далее. А обращаются ли к вам сами представители управляющих компаний ТСЖ с жалобами на людей, на жильцов? Ведь бывают же неоднозначные ситуации, действительно, когда жильцы сами где-то не разобрались в ситуации, где-то по незнанию, да, пожаловались. Давайте обсудим вот этот момент. Тоже интересная, мне кажется, проблема. Интересный вопрос. Обычно его никто вот не спрашивает. Безусловно, жалуются. И очень часто. И, конечно же, основная жалоба это малая активность собственников. То есть людей невозможно собрать на общее собрание для того, чтобы рассказать, для того, чтобы им объяснить и принять какое-то решение. Не всегда бывают объективные жалобы, безусловно. И мы сталкиваемся с таким вопросом, что люди сразу жалуются в ГЖИ, когда выходит ГЖИ из ночного места, управляющая компания об этом не слыхивала. И мы на школе тоже всегда говорим, нужно соблюдать поэтапность прохождения жалоб. Если вы недовольны чем-то, крыша бежит там или еще что-то, обязательно сначала жалобу в управляющую компанию, в письменном виде, не по телефону, это все бессмысленно, в письменном виде, чтобы оставался след жалобы. А потом уже дальше и дальше. Чтобы, возможно, было следить этот процесс в случае чего, и предъявить какой-то факт, например, нарушение порядка действий и так далее. Конечно. Но и сами управляющие организации, они тоже заинтересованы, чтобы у них не было жалоб наверх, так скажем. И поэтому, когда к ним поступает жалоба, они стараются их отрабатывать. А вот если уже не реагирует не как управляющая организация, тогда можно жаловаться дальше. Всегда вес жалобы гораздо выше, если это пишет не один человек, а пишет председатель совета дома или члены совета. Мы столкнулись с такой ситуацией на Снеговой Паде дом больше, чем наполовину принадлежит Минобороне. И там нет совета. И там есть две инициативных девушки, молодых женщин, пишут жалобы. Дом 24 этажа, из четырех лифтов работает один. Кровля бежит. Они пишут в управляющую свою компанию, которая вообще никак не реагирует. Ну то есть там жители абсолютно не защищены, и они не знают, куда же им бежать, пишут военному прокурору, он вроде бы там ответил. Ну что, им остается только министру обороны написать жалобу. Или ждать, когда отдадут квартиры в муниципальную собственность. В принципе, процесс уже этот пошел, и тогда они смогут выбрать совет с его председателем, со всеми полномочиями и поменять управляющую компанию. Вот когда управляющая компания вообще никак не хочет реагировать, то, конечно, ее надо менять. Безусловно, жителям тяжело сейчас, финансово, очень, потому что платежи для людей большие. То есть это коммунальное особенно, там тепло у нас самые дорогостоящие. И как вроде они и управляющие компании платят много денег, а не видят ничего. И, конечно, это вызывает недовольство большое. Именно для этого школа управдом проводят разъяснительные работы. Я всегда говорю советам. Вот вы знаете, сколько у вас квадратных метров в доме? Как правило, активно работающий совет либо его председатель, они все знают. Они такие, ну вообще, молодцы и умнички. Они говорят, мы знаем, у нас там, например, 6 тысяч квадратных метров. Вы знаете свой тариф? Знаем. Вот умножаете, считаете, сколько у вас денег идет на содержание, сколько у вас денег идет на текущий ремонт, какой у вас остаток на доме. Они все знают. Там, где нет совета, там, где не активные жители, бывает, деньги лежат на счете дома, а управляющая компания сделать не может ничего, потому что люди не собираются на собрании, не утверждают план ремонта. У нас жилищное законодательство такое, что очень большие права отдали собственникам. Хорошо ли это, или плохо, но мы вынуждены его... Да, это факт, вынуждены его соблюдать. Поэтому все равно необходимо включаться в этот процесс управления домом. Ну, вот всех призываю все-таки ходить на собрании на своем доме. Я как раз действительно хотела задать этот вопрос. Вы на него практически на 100% сейчас ответили, но все-таки хочу одно уточнение внести. Действительно, ведь зачастую проблемы основные в тех домах, в которых, ну, к сожалению, нет этого инициативного или нескольких инициативных человек. Я правильно понимаю? Совершенно верно. То есть как только дом начинает работать, то проблемы, они уходят постепенно. Совершенно верно. Потому что любая обслуживающая организация, она знает, там активный совет, он их будет контролировать за каждую копеечку. Спросит, еще скажет, что это вы так дорого, а вот давайте вот сделаем там дешевле. Нет, нам вот это не надо, а сделайте нам лучше вот электрику. То есть это маленькое правительство в доме. Вот мы были недавно, значит, на встрече вот на Тухачевского, и там жители собрались, и вот у нас подъезды не отремонтированы, никогда не ремонтировались. А стоит председатель, и она говорит, да, но нам нужно в первую очередь сделать электрику. У нас были уже возгорания. Мы там обсуждали вопросы капремонта, и мы, конечно же, поддержали ее. Конечно, надо делать в первую очередь то, что необходимо, то, что обеспечивает безопасность для жизни. Конечно, электрику. Подъезды видно, да, что они вот не отремонтированы, но сделают электрику, а потом будут делать подъезды. Если бы не председатель, не совет дома, ну, неизвестно, может быть, бы начали бы делать подъезды, потому что жители в основном это видят и это просят. Все-таки совет, он более детально в этих вещах разбирается и действует в интересах дома. То есть здесь приоритеты, конечно, однозначны. Да. Все-таки хочется немного вернуться к вопросу народного рейтинга управляющих компаний. Не могли бы вы рассказать немного о своих ближайших действиях, планах? Я знаю, что вы настроены решительно, это действительно замечательная программа. Поделитесь с нами немножко своими планами. Мы сейчас вырабатываем критерии, потом, значит, мы их разместим, ну, либо на своем сайте, для того, чтобы их пообсуждать. На общественном совете тоже я их представлю. И мы сейчас будем проводить выездные школы и там сделаем анкетирование. Опросим, да, да. Например, там 10 критериев, вот, значит, представим. И пусть они голосуют за какой, значит, критерии они бы, ну, вот, голосовали, так скажем, да. Потому что сильно много их делать не надо, потому что, ну, там не каждый... Да и в принципе не так много, и нюансы есть. Ну, там не будет 20 этих отмечать, 7, 8, ну, до 10 будет критериев. Ну, я надеюсь, что скоро все получится. Спасибо вам за такую инициативу. Нам, к сожалению, пора заканчивать. И мне бы хотелось, чтобы напоследок мы подытожили программу вашим, наверное, ответом на самый главный вопрос. Что делать тем, кто все-таки хочет жить в идеальных условиях, с идеальной для себя управляющей компанией или ТСЖ? Такой вы задали, конечно, вопрос. Всеобъемлющий. Да, глобальный. Безусловно, участвовать в управлении своим домом. Первый шаг – выбрать совет активный, выбрать хорошего председателя и заниматься своим домом. Школа управдом расскажет, как, а домовой контроль поможет. И покажет. И покажет. Даля Александровна, спасибо вам большое за ответы на вопросы. Спасибо за то, что нашли время и пришли к вам. Я желаю вам успехов. Спасибо большое. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова